Здравствуйте, дорогие друзья! Варавинская детская библиотека представляет вашему вниманию книгу замечательного автора Анну Штонер и иллюстратора Генрики Уилсон «Маленький Дед Мороз взрослеет». Далеко-далеко на севере, между озерами и горами, раскинулась деревня, в которой живут Дед и Мороз. Там жил и маленький Дед Мороз. Он пек печенье и мастерил подарки, совсем как большие Деды Морозы, только дарил он их не детям, а зверям, ведь он был лесным Дедом Морозом. Подарки он относил в лес и в город, это смотря кто где жил. Звери есть и в городе тоже. И только один единственный раз маленький Дед Мороз побывал у детей. Это случилось в тот год, когда все большие Деды Морозы заболели и должны были соблюдать постельный режим, ведь новогодняя лихорадка – это тяжело. Только он и главный Дед Мороз смогли отправиться в путешествие. Оно было трудным, но зато каким интересным. Иногда в предновогодней суете, когда печенье пеклось в печи, и маленькому Деду Морозу оставалось только ждать, он садился в свое удобное кресло-качалку, закрывал глаза и вспоминал свое давнее путешествие. И на его лице появлялась светлая улыбка. Так было и тем вечером, когда он вдруг обнаружил, что нужно сходить к Деду Морозу, жившему напротив, занять немного сахарной пудры для глазури. Он быстро поднялся, надел теплые сапоги и вышел из дома. Но вот что странно, в соседнем доме свет не горел, и в других домах тоже. Вся деревня скрылась в темноте, и было очень-очень тихо. Только в одном единственном доме окна светились, в доме главного Деда Мороза. Туда и пошел маленький Дед Мороз, но ему было слегка не по себе. Что все это могло значить? Большие Деды Морозы снова заболели? Может, у них опять новогодняя лихорадка? Но почему тогда свет горит в доме главного Деда Мороза, а не в больнице у доктора Деда Мороза? Вот так думал маленький Дед Мороз. Но тут он дошел до порога и постучал в дом. Совсем скоро на пороге показался один из больших Дедов Морозов. Через открытую дверь было слышно, как Деды Морозы спорят друг с другом. «Кто там пришел?» Услышал маленький Дед Мороз громкий голос главного Деда Мороза. «Здесь нет никого!» – прокричал Большой Дед Мороз, стоявший на пороге. А потом он посмотрел вниз. «Все-таки есть!» – крикнул он. «Это маленький Дед Мороз!» «Пускай приходит через час!» – распорядился главный Дед Мороз. И дверь перед маленьким Дедом Морозом захлопнулась. Теперь голоса Дедов Морозов были чуть слышны. Маленький Дед Мороз грустный стоял на крыльце. Что это было? Что они там делают? И почему его не пускают? Маленький Дед Мороз прислушался. Но о чем они говорили, маленький Дед Мороз так и не смог разобрать через дверь. Но пару раз в доме смеялись. Это он хорошо слышал. Отчего они смеялись? Может, им показалось забавным, что они сидят внутри в тепле, а он остался один на холоде? Но это совсем не смешно. И кроме того, никто не должен потешаться над другими за их спиной. Что так быть не должно, маленький Дед Мороз уже выучил в школе Дедов Морозов. Но ведь они точно смеялись над ним. Может, они расстроились от того, что он снова первым испек печенье? Или что он елку принес из леса, как только выпал первый снег? Большие Деды Морозы тогда на него даже не посмотрели и пошли кататься на коньках. Да пусть они там лопнут от смеха, подумал маленький Дед Мороз, снова услышав хохот. А потом он тихонечко ушел. Грустный зашагал он к своему дому, но внутрь так и не зашел. Ему уже не хотелось печь новогоднее печенье. Может, неправильно так рано начинать готовиться к Новому году, думал он. А разве я не помогал другим, когда все свои дела уже закончим? В голове у маленького Деда Мороза крутилось столько вопросов, что он и не заметил, как вышел из деревни и оказался на опушке леса. Там на своем любимом дереве сидел филин. «Добрый вечер, старый друг», – сказал филин. «Куда путь держишь?» «Да никуда», – ответил ему маленький Дед Мороз и вздохнул так тоскливо, что филин сразу понял, кое-кому требуется помощь. «Расскажи-ка мне, что случилось?» «Ох-ох-ох-ох», – вздохнул филин, когда маленький Дед Мороз закончил свой рассказ. Тогда филин решил созвать всех зверей. «Ух-ух-ух-ух», – громко ухал филин, и все-все звери собрались на опушке. «Это подло-подло-подло», – застрекотала белка, когда филин рассказал, что случилось с маленьким Дедом Морозом. «Неплохо становится от таких рассказов», – пожаловался сурок и приложил к голове грелку, которую ему подарил позапрошлом году маленький Дед Мороз. «Ну, я им покажу», – проворчал большой сильный медведь. «И я тоже», – закивал своими огромными рогами лось. Но у мудрого филина была идея получше. «Мы вместе с тобой пойдем в деревню», – сказал он. «Если кто и знает, что ты самый лучший Дед Мороз, так это мы». «Так им и скажем, а потом посмотрим». Маленькому Деду Морозу идея понравилась. Так они и поступили. Маленький Дед Мороз шел первым. За ним шли медведь, лось и все остальные. Высоко в небе летел филин, и иногда маленький Дед Мороз на него поглядывал. Он оборачивался и смотрел то на медведя, то на лося, то на всех остальных зверей. Как замечательно иметь таких хороших друзей. Маленький Дед Мороз даже повеселел чуть-чуть, но он все равно чувствовал себя не в своей тарелке. «Одно неверное слово я им покажу, можешь на меня положиться», – услыхал он рев медведя. «И я тоже», – вторил ему лось. А вот и дом Главного Деда Мороза. Ровно час спустя Маленький Дед Мороз снова постучал в дверь. Сначала ему было страшновато, но филин кивнул ему, и Маленький Дед Мороз все-таки решился. «Он снова пришел», – донесся голос Главного Деда Мороза, как только распахнулась дверь. «Нет», – сказал Дед Мороз, который стоял на пороге. «Это был тот же Дед Мороз, что открыл дверь в первый раз. Потом он посмотрел вниз. «То есть да!» «Пусть заходит», – крикнул Главный Дед Мороз. «Ой», – сказал Большой Дед Мороз, – «по-моему, так не получится». «Почему это?» «Он привез с собой гостей. Выходите и сами посмотрите». И вот все Деды Морозы высыпали на улицу. Последним вышел Главный Дед Мороз. «Да, вот это я понимаю, неожиданность», – сказал он, увидев зверей. «Но все вы пришли как раз вовремя». «Вовремя? Интересно!» – недовольно проворчали Медведь и Лось. Тут Главный Дед Мороз сказал, «Дорогие Деды Морозы, дорогие звери, как вы все знаете, я уже не молод, и вот пришло время мне уйти на покой и определить наследника». Наследника, который станет примером для других Дедов Морозов, которого остальные Деды Морозы будут уважать и любить. Главный Дед Мороз помолчал и добавил, «Да, любить – это главное. Именно поэтому я сегодня собрал вас, и к моей большой радости все вы согласились с моим предложением. Моим наследником и новым главным Дедом Морозом станет маленький Дед Мороз». На один короткий миг повисла пауза, а потом посыпались поздравления. «Ура! Маленькому Деду Морозу!» – кричали большие Дед Морозы. «Гиб-гиб! Ура!» – кричали звери. И уже сидя за праздничным столом с печеньем и горячим морсом, Медведь ворчал. «Одно неверное слово я бы вам показал! И я бы тоже показал!» – вторил ему Лось. Настала полночь, но все и не думали расходить. А новый главный Дед Мороз, он вдруг вспомнил, что его печенье так и осталось в печке и побежал домой, что есть духу. Но он опоздал. Все печенье сгорело. Такого еще с ним не случалось. А потом… А потом он еще долго вспоминал, как глупо переживал без причины. И, конечно, он стал хорошим главным Дедом Морозом. Как все и думали, тем единственным, кто заботился обо всех – детях, зверях и взрослых. Не часто, но иногда он тоже отправлялся к детям. А однажды к зверям поехал один из больших Дедов Морозов. Но тем это было только в радость. Они знали, что главный Дед Мороз сам выбирает для них подарки. Кому еще можно доверить такое дело? И только кресло, которое досталось маленькому Деду Морозу от старого главного Деда Мороза, было немного великовато. Но он непременно усаживался в него, когда кто-то приходил поговорить или получить совет. Главный Дед Мороз должен все-таки сидеть в кресле главного Деда Мороза. Так повелось еще с древних времен. И с этим ничего не поделаешь. Дед Мороза Дед Мороза